Военный преступник Путин собирается в Турцию. Я бы не обратила внимания на эту поездку, потому что мы понимаем, что Эрдоганова будет принимать, там не действует, насколько я помню, не подписывала Турция. Римский статус, соответственно, не будет его арестовывать согласно международному криминальному ордеру. Тем не менее, значит, говорит Ушаков, я напомню, что это помощник президента, что самая главная тема или одна из центральных тем, это будет украинское урегулирование. Урегулирование, значит, двое будет, два миротворца. Вот это будет центр этих переговоров. Я, честно говоря, не очень помню, был ли Эрдоган уполномочен от нашего имени вести какие-то переговоры. Он предоставлял нам площадку, он часто призывает к прекращению огня, он даже к выводу российских войск. Ну и в целом, конечно же, он очень заинтересован, потому что он был и частью зерновой сделки и так далее. Тем не менее, помните, как мы в субботу касались темы, что несколько источников, близкие к Кремля, подают знак Западу, как будто бы, что Путин хочет о чем-то договариваться. Потом эту информацию опровергли, сказали нет-нет, потому что один из пунктов это был то, что окей, пускай Украина будет частью НАТО, в России, сказали нет, такого быть не может. Так быть может, поездка Путина, это тоже еще одно свидетельство о том, что в каком-то своем извращенном варианте он все-таки ищет выход? Нет, ну, во-первых, выход он точно ищет. Он ищет выхода выгодного для себя, он не ищет компромисса, он не ищет прекращения войны с убийством людей и так далее, солдат, военных, гражданских, с той и с другой стороны. Он этого не ищет, он ищет свои выгоды. Он использует эту тактику постоянного публичного приглашения к переговорам, мы как бы типа открыты, это та сторона, украинская не хочет. Равно как и парирование, что, значит, о переговорах, на переговорах может пойти речь о каких-то условиях, там, формулы мира Зеленского, или там, предварительные условия в виде вывода с оккупированных территорий войск, они все время это жестко, жестко опровергают, да, оспаривают, говорят, нет, 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 это точно нет, мы вот так делать не будем и так далее. То есть они ведут свою игру, публичную игру, с тем, чтобы постоянно создавать иллюзию, соблазн со стороны, прежде всего, Запада, втянуться в эти переговоры. Ну вот же, они же предлагают, ну вот же, мы же можем добиться какого-то, хотя бы пусть и относительного результата в ходе этих переговоров и так далее. Это очень хитрая игра, совершенно понятно, что она нужна, и Кремлю прежде всего для того, чтобы не находиться самому Путину в изоляции. Смотрите, он говорит, мы же хотим договориться, вы что меня не принимаете? Какой-то ордер, какая-то ГАГа. А так он уже в Турцию едет. Ну да, согласен, она римский статут не подписывала, Турция не участвует в этом договорном суде, международном суде в ГАГе. Он туда едет. До этого он был в Эмиратах, до этого он был в Саудской Аравии и так далее. Ну, в Китае он был вот с ответным визитом в октябре прошествия 2023 года. Это один момент, один ништяк, который он получает. Во-вторых, смотрите, он же это все делает еще и на фоне того, что происходит в ГАЗе. В ГАЗе тоже эти боевые действия то и дело сменяются каким-то перемирием, обменом заложек, чем-то еще. Он говорит, ну а чем мы хуже? У нас же тоже ситуация как-то. Все надо миром решать, все надо по-хорошему. Ну так ему же и предлагают миром решать. И освободите любезную территорию, которую вы заняли. Но он же на это тоже отвечает. Он говорит, ну все же понимают, что мы не освободим. Но все же понимают, что и на Западе, и в других местах, что эти территории навсегда останутся за Россией. То есть и часть Запорожская, и часть Херсонской области, и Крым, и Донбасс, и так далее. Он пытается через вот в том числе эту тактику публичную внушить, что эти вопросы даже не должны обсуждаться. Смиритесь с тем, что они будут вот так решены. И еще раз повторяю, это все от слабости запады. Если бы завтра сказал, слышь, забудьте переговоры, больше об этом не разговаривай. Главное, единственное неотменяемое условие, это возвращение сначала территории, а потом можем разговаривать хоть сто лет. Ты сначала верни все, а потом, пожалуйста, репарации, шмопарации, защита русскоязычного населения. Ну почему бы не разговаривать об этом, когда территория возвращена? Ну пожалуйста, это же альтернатива войне. Хорошо, никто не умирает, но территорий надо вернуть. Вывести войска с территории, которые тебе не принадлежат. Прекратить убивать на них людей. Это еще и вопрос безопасности. Выполнить международное обязательство, поскольку этого требует международное право. Но он же не этого хочет. Он хочет суеты вокруг темы переговоров. Не самих переговоров даже, а суеты, которая бы создавала дополнительные ништяки. Мы-то, говорит, хотим переговоров. Вы с нами разговариваете? Ну Киев не хочет. Ладно, но вы-то же можете. Американцы, европейцы, Макрон, что-то мне, говорит, не звонит. Глобальный юг, Китай, там, не знаю, Турция. Как я часто рассказывал, анекдот, где бегают молодые псы за сучками, и старый такой пес за ним все время облезлый бегает. Они говорят, ну что ты за ним бегаешь? Ну тебе все равно ничего здесь не обоймется. А он говорит, а нравится мне эта суета. Понимаете? Поэтому Путин в этой суете извлекает постоянно какие-то ништяки. Постоянно. Чего бы он ни делал, он вот надо отдать ему должное. Вот надо отдать должное. Он даже из-за потряхания этой темой переговоров, он все равно где-то как-то на каком-то моменте что-то выигрывает. Где-то санкции приостановит, ожидаемые. Где-то, значит, дипломатическую изоляцию преодолеет. Где-то, значит, стрелки переведет, как вот в случае с самолетом Л-76. Ну и так далее. То есть оно, с его точки зрения, время работает на него. И поэтому они эту тему будут эксплуатировать. И совершенно очевидно, в связи с его визитом в Анкару, ну, в Турцию, это все играет на его имидж. Человек, с которым можно договориться. И этот имидж постоянно надо поддерживать. Хотя на самом деле, ни о чем вы с ним не договоритесь. Но имидж выше, чем существо самого вопроса. Так что я объясняю это этим. Тут интересно, потому что реакция получается следующая. Вот действительно, Россия всеми способами, мы об этом уже говорили, они пытаются остановить поддержку Украины, финансовую, военную. Значит, зачем помогать, зачем давать оружие, если будут переговоры. Вот, значит, и Путин посылает разные сигналы. Ну и как будто бы так или иначе, на нас это, к сожалению, отображается. В Европе все по-другому. Мы с вами тоже в субботу говорили о том, что британцы ждут от Америки дополнительного ядерного вооружения. То есть они как бы, ну давайте поговорим, если вы там хотите, или по крайней мере мы там через свои какие-то источники послушаем ваше предложение, но при этом систему обороны и укрепления все-таки в Европе так или иначе запускают. Не верят и не доверяют, и это правильно. Но то, что касается Украины и нашего положения, есть тут тоже несколько заявлений, которые сегодня мы обсуждали, они на голову не налазят, и они скорее продиктованы уверенностью России и слабостью западного мира. Значит, есть у нас венгерский ультраправый политик, который заявил о том, что если Украина падет, то они будут претендовать на Закарпатье. И лидер ультраправой румынской партии заявил, что его страна хочет аннексировать некоторые территории Украины, и они даже готовы пожертвовать своим членством в НАТО. Я сразу говорю, что и в первом, и втором случае венгерском и в румынском это абсолютно маргинальные политики, которые не набрали никаких проходных, проходного количества голосов для того, чтобы быть представителями какой-то части общества, это просто никто и ничто сегодня не обременен никакой должностью. Но я это называю себе, Марк, так, что в какой-то же момент кто-то первый зигурит, а потом второй, а потом третий, а потом стоит целая армия, и они повторяют. И это выглядит точно так же. Кто-то увидел слабость сейчас в Украине, но и считает, что можно вот ее расчленить и позабирать себе какие-то территории. Что за этим стоит и какая должна быть правильная реакция от европейских политиков, которые видят, слышат, но и понимают, что либо ты гниду в зародыши уничтожаешь, либо она действительно как чума будет разрастаться по всей Европе. И это же история с тем, что Украина начнется, а дальше, знаете, там как бы согласно истории там есть что делить и в других частях Европейского Союза. Ну бесспорно, Польша пережила три раздела, да не только она. А с Руенгрией, когда распадалась, вообще черти что творила, знаете, кому чудо осталось и так далее. Вообще эти разговоры должны быть абсолютно табу. Я имею в Европе, потому что эти разговоры ведет сама Москва. Вот мы себе кусок отдадим, эти заберут, этот от Украины, эти, то за это вообще надо наказывать. Как по мне, совершенно симптоматично, что они звучат из Венгрии, ну отчасти из Трансильвании, там из Румынии, кто-то что-то там говорит и так далее. Но это должно быть абсолютно табу. Какие еще разделы, какие еще откусывания территории, от кого? От жертвы? От того, кто подвергся нападению? От чего будет стоить тогда какая-нибудь Венгрия, которая в свое время пережила 56-й год? Если бы ей не сочувствовали, да, ей не могли помочь, потому что это был тоталитарный монстр СССР, который, собственно говоря, оккупировал страны Восточного Блока, и в общем, там шансов на вырваться к свободе было маловато. Но если бы ей не сочувствовали, добилась бы Венгрия своей независимости в конце 80-х, когда рухнул в общем Советский Блок, в дальнейшем рухнул Советский Союз, коммунистическая идеология и так далее. То есть, если вы одобряете действия агрессоров, почему вы должны рассчитывать на помощь, случить что-нибудь с вами? А кто сказал, что мир так уж безопасен, и что не может произойти каких-то новых потрясений, которые приведут к разделу самих этих стран? Тоже знаете ли? Такой хороший вопрос. В Венгрии ядерное оружие, что ли, есть? По-моему, Венгрия состоит в НАТО как раз для того, чтобы сохранить свой суверенитет, чтобы он был незыблем. И чтобы, да, защищен ваш суверенитет, но я хочу еще одну важную вещь сказать. НАТО это еще и для того, чтобы и вы не имели права ни у кого ничего откусывать. Вот почему-то многие считают, что это только про их безопасность, но не безопасность других. А это не так. В НАТО никто не позволит присоединять к себе какие-то территории, выреждать разделов каких-то. Так не будет, потому что ты только дай такой сигнал, и страны начнут внутри этого самого НАТО, а Венгрия состоит в НАТО, а Умэния состоит в НАТО, и другие, между собой начать делить. Скажут, а это умозрительно, а как умозрительно, между Турцией и Кипром, да, или Грецией. А что, там нечего делить, а северный Кипр? То есть, если можно, это Венгрии, ну, пока понятно, какой-то аутсайдер, политик, что-то там говорит, мало ли, таких ультра есть в других странах, но тем не менее. Если это становится, в общем, как вы говорите, один повторил, зиганул, второй, третий и дальше, и что будет? Так давайте выяснять тогда. Между Германией и Францией, которая добровольно после войны, просто спокойно, часть территории приграничная, небольшая, от Франции возвращена была Германия. Все мирно. Демократия между собой не воюет. И поэтому вот эти устремления и заявления в отношении Украины, они недопустимы и с точки зрения самого этого военно-политического блока НАТО, ну, и Евросоюза, и вообще этики западной. Поэтому, на мой взгляд, за этим ничего не стоит, кроме попыток вот таких крайних политиков, ультраполитиков добиться какой-то симпатии, там, какое-то влияние обрести и так далее. Ведь на этом паразитируют и иногда допускают, ну, не в таком виде, не в виде территориальной экспансии и претензий заявления и сами первые лица этих стран. Мы всякое видели, мы всякое слышали. Понимаете? И когда не дают по лапам вот этим лицам, вот Орбану, Фитцу, там, другим, то тогда и, собственно говоря, возникают вот эти в повестке вопросы о том, что можно поживиться от страны, которую агрессивно, значит, пытались захватить восточные соседи, можно, знаете, там, подойти и ручки погреть. Как когда жглист Джордана Бруно, вот я люблю это, старушка говорит, слышь, хворост отвалился, дай-ка я тебе туда, туда. Гори, говорит, гори, сынок. Так и тут это выглядит. Ну, как бы считается, что вы же цивилизованные страны. За такое надо где-то шкафом, а где-то и посадить можно, а что, понимаете, работать не втягость принудительная. Один мой эксперт сегодня сказал, тоже в контексте этой темы, что это очень похоже на условный старт пакта Трампа-Путина, да, то есть мы уже понимаем, что в России ждут прихода Дональда Трампа. Хотя они по-разному это маскируют, они говорят, что ну не факт, что Трамп значит будет нашим другом, он в свое время Джевелина предоставлял Украине и выступал против строительства Северного потока, санкции не снимал и так далее. Но по сути Трамп что говорит сейчас, что он не собирается за счет Соединенных Штатов Америки содержать Европейский Союз, НАТО, он говорит о том, что ну как бы вы будете готовы к разному, но и конечно он подчеркивает, что Путин, Путин он хорошо знает, я уже не помню называл ли он Путина своим другом, но он говорит, я Путина хорошо знаю, мы с ним договоримся. А вы верите, что в современном мире, вот после того, что мы с вами увидели, после того, как были антисемитские акции в Европе, после того, что там происходило в Америке и продолжает происходить, что такое понятие, как пакт Трампа-Путина, что оно нереалистично или вполне возможно история может снова повториться, да, говорят, что ну что там, раз на столетие большая война происходит, ну и пакт один мы уже видели в свое время. Ну, я скажу так, что я бы не сказал, что вообще невозможен такой пакт, да, вот мы все-таки не должны исходить из того, что рисков таких нет вообще и что они заранее купируются работой системой, кто бы не пришел к власти в качестве первого должностного лица, он систему и доктринальность не может изменить, да, потому что, ну, это западу надо перестать быть западом, чтобы пойти вот на такие сделки, при том, что опыт этот уже был в 20 веке, и мы помним, он ничего хорошего не дал. С Гитлером заключались и Минхенские пакты, там были, кстати и другие, такие же, ой, он тут скушает, а дальше не пойдет, и выводы были сделаны, очень существенные по этому поводу, что так делать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах, и это было общим местом, и этим руководствовать, кстати, противостоять Советскому Союзу, Советский Союз черт и что предлагал, кстати, скажем, черт и что, ну, представь мне, я даже не говорю, он там Турцию предлагал делить, отдайте нам проливы, отдайте Константинополь, и дальше там много чего происходило, понимаете, по Австрии там много чего происходило, она формально была нейтральной, но под бывшей зоной советской оккупации, большей своей частью, но тем не менее, сохранила систему совершенно иную, отлично, от стран Восточного Блока, от социализма и так далее, то есть, ходить по этому пути, в общем, никто, наверное, не готов, и я не думаю, что пакт Трампа-Путина, если такая перспектива есть, то он невозможен вовсе, но и гарантия того, что он точно будет избегнуть, я бы не давал, потому что Трамп эксцентричный человек, тем больше он ничего нового не заявляет, когда говорит, что вы там сами себя нато финансируете, а то что-то мы тут платим за вас, как девелопер-бизнесмен, он говорит, может быть, какие-то разумные вещи, я не спорю, но международная безопасность, глобальная безопасность, она не эквивалентна деньгам, за нее приходится платить больше, брать на себя ответственность большую, какую брала на себя Соединенные Штаты, а вот давайте представим, вот такую вот вещь, Америка сняла с себя роль главной державы, которая отвечает, не знаю, за инопланетные войны и заканчивая за терроризм, с которым надо бороться и так далее, вот ты взяла еще, делай что хочешь, хаос, чтобы царить, вот хаос, мы будем жили через какое-то там непродолжительное время в мире концлагеря, решетки, и, значит, войны всех против всех, при которой человеческая жизнь, ее ценность будет, мягко говоря, невысокой, и этот островок стабильности, как им являются Соединенные Штаты, и Европа, он очень быстро сократится, он так как шагриневая кожа, понимаете, и там жить станет небезопасно, вот что значит роль жандарма, которую так сильно, значит, ругают, ну, без околотошного, знаете, на улице происходят погромы, то есть в данном случае нужно помнить о том, что власти сила необходимы для того, чтобы предотвратить насилие, это нормально, потому что человеческая природа, она, мягко говоря, если уж мы в метафизическую область погрузимся, она несовершенна, выразимся так, и нации, и отдельные люди, народы, желающие воевать и жить за счет других, это совсем не нонсенс, и поэтому Трамп, когда он приходит к власти, какая бы там Америка Фёст не была, как бы он ни стремился к излицательному, а вы там делаете, что хотите, хочет он не хочет, но этой доктринальности, при которой, ну, да, это издержки, да, все, но нужно это делать, придется придерживаться, я имею ввиду, брать на себя ответственность не только за сами Соединенные Штаты, но и за то, что за их пределами находится, не потому, что это нравится, не нравится, а потому что других нет, эту роль не сможет испонт, там, не знаю, Лихтенштейн, понимаете, это невозможно, главная экономика, главная военная держава, главная держава на планете несет на себе этот груз, этой исторической ответственности, придет ли время, когда этот груз будет снят, естественным или неестественным путем, наверняка придет, мы это вполне допускаем, но на сегодня другого ничего нет, и поэтому те четыре года, которые, если вдруг Трамп вернется в ноябре, победит на выборах, они будут, да, со всеми претензиями, со всеми оговорками, со всеми криками и визгами, но все-таки сопровождаться такой силой противодействия вот этим эксцентрическим планам самого Трампа, что, по-моему, до каких-то договоренностей сдачи Путина в Украину, в Восточную Европу и так далее, мне кажется, все-таки не дойдет. Субтитры сделал DimaTorzok